Напомнить вам сегодняшнее апостольское чтение. Все, наверное, хотим, чтобы Бог пребывал с нами. Так или нет? Хотим. Аминь. Аминь. Что все хотим. Но что для этого нужно сделать, чтобы Бог всегда пребывал с нами? Об этом сегодня нам сказал апостол Павел через свое послание к Филиппийской Церкви. Братья, кротость ваша, да будет известна всем человекам, запятая, Господь близко. То есть Господь близко. Кротость ваша будет известна всем человекам. А я не могу сдержаться, когда муж мне что-то говорит. Я обязательно в ответ что-то такое скажу, чтобы ему мало не показалось. И это, говорим мы, которые желаем, чтобы Бог был с нами. Кротость ваша, да будет известна не в доме твоем, а всем человекам. Есть такое, что о первых христианских женах, язычники даже назывались так, какие прекрасные жены у этих христиан. Чем же они? Конечно, не телесной красотой. А именно этом, кротостью. Кротость ваша, да будет известна всем человекам. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. То есть в молитве мы не только должны молитвенник то, что есть, прочитать от буквы до буквы. Я, говорит, прочитал, еще и Акафист прочитал. Но свои желания открыл или нет пред Богом? С благодарением. Благодарю Тебя, Господи, что день прошел. У меня разум сохранился. Я видел все очами своими, слышал, слух у меня есть. Друзья, которые есть у меня, родные, близкие. И все, что есть. Я имел на этот день сегодня все, и одежду, и кровь над головой, и пищу изобильную имел. Господи, слава Тебе. Часто ли мы так возносим в своих утренних, вечерних молитвах такие прошения? Они должны быть ежедневно, эти прошения у нас. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением, открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот от чего часто спотыкаемся. Опять, говорит, попал. Не хотела, говорит, этого делать, а опять сделала. Думала, сдержусь. Опять не сдержалась. А почему? Да потому что не было этой молитвы. С благодарением. Не открывали свои помышления Богу. А прочитали, как говорится, отбарабанили. И все. И кажется, я все сделал. А что еще Богу нужно? Я Ему все вычитала. Да Богу-то не вычитка наша нужна, а сердце наше. Сокрушенное и смиренное сердце. Наконец, братья мои, это не только к братьям, это и к сестрам тоже. Но так обращение принято, только обращается к братьям. Потому что жены учатся в безмолвии у мужей своих дома. Поэтому, братья мои, что только истинность, что честность, что справедливость, что чисто, что любезность, что достославность, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Представьте, еще раз повторю. Наконец, братья мои, что только истинность, что честность, что справедливость, что чистость, что любезность, что достославность, что только добродетель и похвала, о том помышляйтесь. и чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте. И тогда Бог мира будет с вами. Аминь.